История принятия ислама иудеям. У Макмуна, халифа, были собрания для диспутов, и однажды на них пришел иудей в красивой одежде, с красивым лицом, с благим запахом. Затем он начал говорить, и его изречения были прекрасны. Когда же закончилось собрание, его позвал Макмун и сказал ему, ты исраилец, иудей? Он ответил, да. И тогда он, Макмун, сказал, прими ислам, чтобы я благодетствовал тебя и одарил. И пообещал он ему блага, если тот примет ислам. Тогда иудей ответил, нет, я выбираю мою религию и религию моих отцов. Тогда он, иудей, ушел. Когда же прошел год, пришел этот же бывший иудей, будучи мусульманином, и начал говорить о науках фикха и хадисов. И была прекрасна его речь. Когда же закончилось собрание, позвал его Макмун и сказал, не ты ли наш вчерашний гость? Он ответил, да. Он, Макмун, сказал, что же стало причиной твоего ислама? Бывший иудей ответил, я ушел с собрания в тот день и захотел проверить все эти религии, и я грамотен, то есть умею писать. Тогда я взял Евангелие и переписал его в трех экземплярах, и я добавил в него что-то и убрал что-то. Затем я положил их в церкви, и их у меня купили, не утруждаясь их прочитать или проверить. Затем я взял Тору и тоже переписал ее в трех экземплярах, добавив в нее что-то и убрав другое. И положил их в синагоге, еврейский храм. И их у меня купили, и не утрудились прочитать их или проверить. Затем я взял Коран и, сделав то же самое, отдал копию переписчикам рукописей. Тогда они сказали, мы не примем, пока не проверим их, и они нашли в ней ошибки и увидели добавки и нехватку. Тогда они их сожгли и чуть не убили меня. Тогда я понял, что эта книга сохранена Аллахом. Это и было причиной моего ислама. Продолжение следует...